МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Вот таким увиделось сегодняшний день съемочная бригада дежурного по городу. И пусть снежная крупа периодически меняется, да, мелкой моросью, а потом наоборот, только хорошего настроения напоследок желают вам Игорь Киндис, Александр Хробыстов и Сергей Зеленин. Не забывайте о том, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И на кону замечать, чтобы тебя хуй во лбу вырос, ну, ебок, блядь. Переписываем. Бибикало ебучее, блядь. Смотри. Взяв лучшее, фруктов и воды, сочность, спелость и прохладу. Жустин дарит тебе взрывную энергию. Для больших и маленьких побед. Жустин. Невероятная фруктизна. Наша авиакомпания, наша телекомпания, простите, продолжает следить за развитием событий. Время региональных новостей. На очереди в Вести Екатеринбург и моя коллега Анна Антонова. Сергей Владимирович, здравствуйте. Да, и вот известно, что... Мы опять пропали. Вы меня слышите? Вот теперь опять появились. Да, здравствуйте. По всей видимости, это просто звук запаздывает, вы будете меня слышать. И так известно, что государство планирует подписать договор о мирном использовании ядерной энергии. Вот что в него входит и каковы основные направления сотрудничества России и США. Хорошо, договорились. Сергей Владимирович, вы нас слышите все-таки в итоге или нет? Мы пытаемся установить связь со Стрельной. О, да, отлично слышно. Хорошо, я повторю вопрос. По всей видимости, как раз вопрос вы не услышали. Итак, я вас просила про договор, который планируют подписать Россия и США. Это договор о мирном использовании ядерной энергии. Что в него входит и на что рассчитывают страны? Хорошо, сейчас. Сейчас. Значит, Абрилев просит сдвинуть камеру, потому что говорит за моим правым плечом. Хорошо, мы вернемся после того, как уладим все технические проблемы с нашей студией на Стрельной. Другой город, расположенный по соседству с Москвой, уже создал прецедент для российской избирательной системы. Подмосковный Климовск остался без представительной власти. Итоги прошлогодних выборов местный грузсовет признаны не действием. Через некоторое время информационное обещание на нашем канале продолжит региональные новости. В Екатеринбурге их представит наш коллега Мстислав Захаров. Мстислав, здравствуйте. Что вас сегодня интересно? Здравствуйте, коллеги. Сегодня в выпуске Вестей Урал. Жители села Камышево остались без воды. Гроза вывела из строя насос на водонапорной башне. Чтобы обеспечить людей водой, десятки многоэтажных домов объезжает пожарная машина. И огурцы, выращенные по уникальной технологии. Каждое растение находится в отдельном мешочке с грунтом, а состав питательных смесей для подкормки контролирует компьютер. Об этих и других событиях Вестей Урал расскажут в ближайшем выпуске. Спасибо, Мстислав. Мстислав Захаров, Вестей Урал. Простите. Ну и мы, наверное, с вами прощаемся. До завтра. С вами были Татьяна Александровна. И Михаил Антонов. Всего доброго. До встречи. Сергей, слышите ли вы нас? Совсем недавно из чеченского члена плена были освобождены два милиционера. Впереди еще новости спорта и прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Простите. До свидания. Несколько минут назад стало известно, что главе холдинга «Медиамост» Владимиру Гусинскому предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. При этом мера пресечения остается той же. Гусинский и дальше будет находиться в утырской семье, в тюрьме. Об этом журналистам сообщил его адвокат Генри Резник. Вещи, оставшиеся после отъезда царской семьи из Тобольска, почти две тысячи пудов, судя по инвентарным записям, были... Мальчик! Мальчик, иди в жопу отсюда! До ближайшей весны утки в новых домиках не появятся. Дело в том, что они не селятся на новой древесине. Для того, чтобы здесь появились птицы, дерево должно состариться и принять цвет окружающей среды. Ну а потом картина будет выглядеть примерно так. Именно через это входное окошко утки будут отпугивать ворон, посягающих на утиную кладку. Алексей Самолетов, Севолод Савичев, Вести Москва. Пост премьера министра Украины займет человек, который удовлетворит пожелания всех политических сил. А им может стать Юрий Яхануров, но никак не Виктор Янукович, которого предложила антикризисные коалиции и положила на стол президенту Виктору Ющенко, чтобы он уже выдвинул эту кандидатуру в Верховную Раду Украины для голосования. Мне остается добавить, что в ближайшие выходные в Ростове должны были быть празднества по случаю Дня города, но городские власти... Ну и мне остается добавить, что в ближайшие выходные в Ростове должны были праздновать... Мне остается добавить, что в ближайшие выходные в Ростове должны были праздновать День города. Новая информация в утренних выпусках программы Вести Москва на канале России. В студии была Анастасия Мельникова. До свидания. Информациональный канал Россия-24 продолжается в работе. Главные новости коротко. Сразу два взрыва прогремели этим утром в самый час пик в московском метро. Есть погибший и пострадавший около восьми утра на станции Лубянка. Во втором вагоне поезда, который следовал в сторону Комсомольска, сработало неустановленное взрывное устройство. Бомба сдетонировала. Когда состав остановился на перроне, началась посадка-высадка пассажиров. По последней информации, 22 человека погибли. По разным данным, от 11 до 17 человек пострадали. Буквально через полчаса в 8.37 утра пригремел еще один взрыв на станции Парк Культуры Радиальная. Сообщается о 12 погибших и 7 раненых. Милиция. Пересиленный вариант несения службы по факту взрывов. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Генпрокурор Юрий Чайков взял расследование под личный контроль. Правительство Москвы организовало горячую телефонную линию. О судьбе родственников можно узнать по телефонам 622 14 30 в администрации метрополитена и 624 34 40 в префектуре центрального округа столицы. И вот что нам сообщили в пресс-службе МЧС. Сегодня утром в Московск-Тене гремели два взрыва. По нашей информации первый взрыв прогремел 7 часов 56 минут. Сейчас время взрыва уточняется. Взрыв произошел во втором вагоне поезда, когда он находился на станции метро Лубянка. В результате взрыва погибли люди и в вагоне поезда, и на платформе. На этот час погибших медчислица 22 человека. 11 человек пострадало. Кроме того, в 8 часов 37 минут прогремел взрыв на станции метро Парк Культуры Радиальная. Взрыв прогремел также во втором вагоне поезда, когда он был на платформе. В результате взрыва погибли 12 человек. По предварительной информации 15 человек пострадали. В обоих случаях произошел взрыв устройств неустановленного образца. В настоящее время в метро работают спасатели, пожарные, медики и другие оперативные службы. Всего от МЧС задействовано 207 человек, 59 единиц техники. От всех оперативных служб 380 человек и 95 единиц техники. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Они развозятся по больницам города. Проводится эвакуация пассажиров. По фактам взрывов на станциях метро Лубянка и Парк Культуры возбуждены уголовные дела по статье терроризм. Вот что нам сообщили в Следственном комитете при прокуратуре. Сегодня на станции метро Лубянка ориентировочно 7.20. В поезде во втором вагоне произошел взрыв с неустановленного устройства. По предварительным данным погибло не менее 20 человек. Около 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Сейчас они все доставлены в госпитали Москвы. Устанавливается тип и мощность взрывного устройства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Терроризм». По предварительным данным аналогичный взрыв произошел на станции метро Парк Культуры. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Спасатели МЧС. В связи с оттрудненном проездом бригад скорой помощи по центру Москвы используют специальный санитарный вертолет для помощи пострадавшим при взрывах в метро. Об этом сообщил РИА Новости, представитель столичного ГИБДД. По его словам, движение в центре Москвы за двух взрывов в метро крайне затруднено. Сотрудники ГАИ принимают меры для проезда машин оперативных служб к месту ЧП. Движение по Садовому кольцу по внешней стороне и местами организовано по внешним полосам. Для эвакуации пострадавших МЧС задействует санитарный вертолет. Об этом сказал собеседник агентства. Руководство ГАИ просит водителя ограничить въезд в центр столицы. Во всех местах ЧП задействованы службы эвакуации автомобиля. Еще раз напомню, телефоны горячей линии, по которым можно узнать о судьбе родственников, пострадавших при взрыве на станции метро «Лубянка» и «Парк культуры». Звонить нужно по телефону 622-1430 в администрацию Московского метрополитена и также в префектуру Центрального округа Москвы. Там телефон 624-34-40. Губернатор вручил самым достойным представительницам прекрасной половины населения региона почетные грамоты за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе, а также юбилейные нагрудные знаки в ознаменовании 80-летия образования Саратовской области. Сами виновницы торжества не считают себя какими-то особенными. Главное, что у них есть любимая работа и любящая семья. И даже далеко не простой труд сельских женщин становится как-то легче, когда рядом есть поддержка. Ведь праздник многие из них встретят, работая в смену на родной ферме. Я буду на работе, у нас график такой скользящий, так что если не попадаю я дома, так что на работе буду. Для нас это как-то уже привычка уже. Мы как-то идем на работу, не считаем, что это, как говорится, на какой-то там тяжелый труд. Как-то мы уже привыкли к этому. Второй дом, да? Ну, не по сути, а точно второй дом. Мы большинство времени там. Быть нужной и приносить пользу людям, отдавать частичку себя молодежи, передавая ей свои знания и опыт. В этом заключается смысл жизни для многих из этих женщин. Как правило, по-настоящему талантливая женщина, всегда мудрый наставник и педагог.